В таких докладах я не очень понимаю, что я это сделаю. Вы пока не про тексты, Игорь, но все впереди. И это очень важно. Я вот хотелось бы нападать, но вы правильно-правильно, мы сейчас вас послушаем. На самом деле, мне было бы что рассказать про тему образования. Но я что-то с чем-то земным пришел. Ладно, на самом деле, можно попробовать такую провести. В параллель, что зарядившись тем позитивными идеями, которые в предыдущей презентации делали, наверное, возникает желание «давайте сделаем», а в следующем паса «как». Потому что на все нужны деньги, на все нужны какие-то ресурсы. И я ни на что не претендую. Вы прекрасно умеете работать с грантами и со всем. Но какие-то интересные, как мне показалось, идеи, я хочу поделиться. Потому что анализируя опыты работы здесь и работы на Западе, все прекрасно понимают, что утром прозвучала фраза, что на Западе музеи зарабатывают, а здесь живут на бюджете. Это не так. На Западе и в Америке точно так же огромная часть денег в музее – это гранты. Это не бюджет, это гранты, это проектная деятельность. В Европе это больше гранты. Там юно-союзов все государственные, в Америке больше частные. Разные истории. Но, тем не менее, это всегда огромное количество внешних денег. И надо уметь их получать. В России, как оказалось, поводим я эту энтузию набел, изучал, посмотрел. Что бы мы ни хотели сделать, на это точно найдутся деньги. Гранты или что-то еще. Вот вообще на любую тему. Вот сразу. Даже на ремонт крыши. Даже на ремонт крыши. То есть вот. Практически надо просто уметь. Подходить, творчество к этому искать. Давайте начнем с простого. С простого и сложного. Спонсорство. Это тема, на самом деле, взаимоотношений музея с конкретными спонсорами, банками и прочим. Она долгая, сложная. Здесь сколько учить денег нужно. Надо, наверное, начинать когда-то делать и с ними работать. Так как-то сложилось, что музеи чаще работают с банками. Так как мы много работаем и с музеями, и с городом, с туристическим офисом, с какими-то журналистами и прочим. Там, например, с сотовым оператором много что-то делают. Иногда это пересекается. Вот, например, торжок город, который, может быть, здесь поедут. Там с помощью МТС сделано. Озио-кизи, утромоушн и прочее. А вот Росбанк помогает Кушнинскому. Не в Аутербиках вообще. Да, это уже спонсорство. Бывает и комбайн, очевидно, все знают фонд Потанина. Он был из музейных проектов. И проект, который я часто показываю, об Овсянке, с фонд Потанина. Вот такие прекрасные знаки, много историй. И как его дальше продолжение расширения, МТС, который помог сделать аудиогид по продолжению этих историй. И получилось и то, и другое. То есть здесь с разных сторон. Потанина на одно, мобильный оператор на мобильные приложения на другое. Но проект от этого только приобрел. Дальше чуть интереснее. Вот Муромский музей. Тоже Потанинский фонд. Мениминарс «Меняющийся музей в меняющемся мире». Сентиментальное путешествие по сторонам идеи. Ну, так очень грубо. Истории людей сто лет назад. Ну, то есть по каким-то записям, по всем вещам. И очень похожий проект идеологический по великому новому, который я сегодня еще показывал. Это уже сделан туристическим информационным центром «Красная изба». Здесь, да, людей не сто лет назад, но текущих сторожил. Людей там от 60 до 80 лет собрали. Очень похожа, в принципе, тема. И там, и там уличный курорт, и там, и там. Истории жителей. Здесь, знаете, на что был грант? Это был грант «Активное поколение» фонда Тимченко. То есть грант на то, как активно сделать жизнь пенсионеров. То есть тоже решили записать людей, сторожил города. Грант на то, на любые активности, как воплечь пенсионеров, чтобы они не скучали, не сидели дома. Получился, в принципе, похожий проект. Да? Ну, с точки зрения идеи. Видеогид недавно совершенно сделанный в музее истории и религии по экспозиции про христианство, посвященный христианству на жестовом языке, сделанный на грант «Православная инициатива». То есть тоже грант музейная совершенно тема. Вот есть православные какие-то гранты на просвещение в области религии и православия в частности. Пожалуйста, в музей применил. И так очень много. Есть целые сайты, есть президентские гранты, я от них еще вернусь. Есть сайты, которые собирают все гранты. Ну, в интернете, если вы найдете гранты по чему угодно, найдете прямо офигатор огромного количества на все темы. Мы вот пока искали, нашли чудесный совершенно грант. Дается организациям, где руководящий должен занимать женщину. Большинство сотрудников женщин, когда в музей многие подходят. И на любые проекты, которые так или иначе помогают женщинам и девочкам. Ну, фантазия любая может быть. Пожалуйста, 20 тысяч долларов, гранты. А? Хорошо. Если это не фонды, не спонсоры, это могут быть какие-то партнерства. Мне кажется, прекрасный совершенно пример. Вы знаете, что серебро-недожная радиостанция делает такой проект «Радиогид. Музей. Музей». И когда записывается радиоэкскурсия по самым ключевым выставкам в Москве. И это выходит в эфире. И вот в данном случае я тоже перекочевала потом в случай с Пушкинским музеем по «Аудиогид». Ну, вот приходит человек, где надо сделать его вид по выставке. Это значит профессиональная работа со звуком, радиожурналистов, может быть ведущего, что-то еще. Обратитесь на локальную радиостанцию, предложите совместный проект сделать. Уверенно не откликнуться. Им интересный контент и повод. Вам классный, опять-таки, контент, который можно использовать в тем же аудиогидах, промоушен, который радиостанция сделает. Тоже такие примеры есть с телевизионными каналами, с местной железной дороги, с местным Россией. Каналом, по-моему, делает. Много такого. Проекты Smart City. Я много рассказывал в предыдущий год, не хочу сейчас сильно об этом. Это наша идея, которая говорит, что в городе очень много есть стейкхолдеров, игроков, которые все нацелены на то, чтобы в городе стало интереснее. Это и музеи, это и туристические офисы, это и туристические бизнесы, которые зарабатывают. Потом же приезжает много туристов. Если они все вместе начнут объединяться ради одной идеи, собрать контент и его промонетировать в интересном виде, и на это все найти деньги, то всем в городе станет лучше. И, как мы, три примера такого объединения разных игроков. Вот это голландский проект, небольшой регион Буэндвехт. И они выбрали грант большого региона, не помню, как это называется, на развитие территории. И так как там было общего, надо развить территорию. Местные совершенно разные игроки, там есть вот эти и замки, и какие-то велосипедные туры, и спортивные мероприятия, и что-то еще. Они объединились все вместе, подали заявку о том, что они хотят сделать так, чтобы у них все приезжающие могли любой активностью заниматься и чего-то узнавать о регионе. Велосипедъ ехал, велосипедные аудиоэкскурсии есть, музейные, по замкам, по кладбищам. Почему-то еще подали такую общую заявку, получили деньги, сделали, соответственно, всем этим городом грант. Прекрасный пример из Рюмпинска, российской столицы, провинции. То, что, как сейчас преподносится. На самом деле, весь город сейчас развивается на президентские гранты. Я хотел к ним вернуться. Особенность президентских грантов в том, что они выдаются МКО. Соответственно, городская администрация не может подаваться на гранты. Поэтому в городе нашлось очень много активистов, которые там организовали разные некоммерческие организации. И они просто по куче статей, они на президентские гранты отремонтировали дороги, поставили детские площадки, организовали музеи в подъездах, сделали какой-то крутой промоушен, собрали туристический форум со всей России. То есть, вот пример работы с грантами. Люди научились работать, научились, как им обликаться. Окей, не получается напрямую, значит, через какой-нибудь НКО. Как подавать правильные заявки, и реально город развивается, пытается подниматься. Ну, на самом деле, а, ну, еще, чтобы закрыть эту тему. Про аудсорсинг. Я говорю, два разных краудсорсинга и про аудбанди. Это когда вам хочется сделать проект, денег нет, получить откуда-то некуда, наверное, надо, чтобы кто-то руками помог. Ну, самый пиарный, наверное, проект последнего дня. Школа школ. Как-то дети помогают делать прекрасные аудиогиды, ну, мультивидные продукты по городу. Помогают же? Помогают. Такие красивые рисунки представлены. Рисурью тысячу казали. Все здорово. Краудфандинг. Это уже когда вы ищете деньги на общественных платформах. Есть Планета.ру, есть Кикстартер и прочее, Планета Российской. Мы тут для примера даже попробовали сами, точнее, наша одна сотрудница решит идею, что хочу, малый турист еще развивался, вот в точке, чтобы было интересно путешествовать. Создала свой, обязательно наши коллеги, проект на краудфандинге на планете, пытаясь собрать деньги на промоушен. И здесь, обратите внимание на сумму. 200 тысяч, а вот их не стоит, конечно, вообще. То есть, в обычное выявить создание, вот эти 20 тысяч можно уложить 30. Но любой проект, который вы делаете, привлекает деньги, его огромная часть, это в том числе промоушен. Зачем он делается? И двинная доля этих денег, которые здесь, это промо-материалы, о которых нам много сегодня рассказывают. То есть, идея не просто создать его из каких-то дошлений, нафиг он никому не нужен, а разместить открытки на заправку в подрасе Москва-Битер. Разместить открытки во всех отелях региона, развестить какие-то, я не знаю, промо-материалы. Призы, которые люди получают за участие в проекте, тоже должны работать на этот проект. Открыточки со ссылочками на проект, какие-то значки, что-то еще. Ну, учимся. Ну, нифига не просто. Или не хотят давать. Скорее, идея научиться понять. То есть, не то, что это какой-то прям в себе направленная такая штука. Хочется понять, как это работает, опять-таки, чтобы научиться передать знание, как можно собирать деньги на такие проекты. Самое главное в этих вещах, то, что вы вовлекаетесь огромной аудиторией в этот проект. Те люди, которые дали вам деньги, они уже поклонники вашего проекта. Они следят, они о нем рассказывают своим друзьям, они его промо-материруют. Это самое главное, уважаемый человек. Ну, собственно, если так, все.